Так, у нас тема, это зависит от, может быть, очень легким, средним, тяжелым, зависит от ваших уровней, где вы используете в каждодневной вашей работе. Я думаю, что все вы в основном знаете, потому что вы показывали в ваших презентациях всегда стандартизованные показатели заболеваемости, и поэтому вы должны знать, но почему это главное, чтобы вы поняли, мы послушали хорошо сейчас, потому что это будут одни и те же примеры, и это будут показывать другие показатели, используя одни и те же темы. Сначала это может показаться намного легким, и потом вы будете это знание использовать в вашей практике. У нас практика после этого, да? Так, наша тема – это эпидемиологические показатели и стандартизация. До этого я бы хотела объяснить, что такое эпидемиология. Что такое современная эпидемиология, я бы сказала. Ну так я постаралась переводить, это «last», официальный словарь, эпидемиологический словарь «last», это они звучат так, звучит так. Эпидемиология – это наука, изучающая особенности распространения и причины возникновения заболевания. Мы говорим заболевания, потому что в большинстве случаев мы используем заболевания. Но это может быть состояние, событие, связанное со здоровьем. Это зависит от нас, что мы интересуемся в данный момент. Это может быть смертность, например. В конкретных группах населения или в обществе. С целью применения полученных знаний мы будем решать проблемы здравоохранения. Это очень основная наука здравоохранения. И я бы, потому что у нас нет много времени, эта тема можно изучить всю неделю. Поэтому я хочу немного кратко сказать, что такое эпидемиология в кратких словах, на пяти словах. Так, мы будем, используя эпидемиологию, мы будем отвечать на вопросы «Кто болен? Чем? Когда? Где? И почему?». Если вы помните эти слова, и вы будете работать на эти ответы, вы уже начинаете использовать методы эпидемиологии. Так, эпидемиология в основном делится на две большие группы. Дескриптивная эпидемиология, это описательная эпидемиология. Описывает распространение заболеваний в зависимости от характеристик человека, места времени. Ну, первые четыре вопросы, когда мы спросили, да? Кто, чем, более, где? И аналитическая часть отвечает на вопрос «Почему?». А это мы выявляем, сравнивая людей с больных, больных, сравнивая больных и небольных, например. И когда мы имеем какие-то различности, мы начинаем, это курение или, ну так, физическая активность, что это, эта болезнь зависит от того или что, мы начинаем понимать причину. Понятно? Я хотела только в двух слайдах объяснить всю современную эпидемиологию. Самое главное аналитическое эпидемиология – это сравнение. Всегда вы сравниваете, кто-то болен чем, не болен. Мы будем сегодня учить грубые показатели. Я знаю, что вы знаете это. Учет влияющего фактора, например, возраст, всегда влияет на те или иные заболевания. И это мы будем делать, используя повозрастные показатели, стандартизированные по прямому или непрямому методу. Я думаю, что во многих странах и в многих регистрах они используют прямой метод. Но непрямой метод очень важен тоже. Когда у вас нет, мы будем понять, почему это важно. И бы хотелось, чтобы вы узнали это сегодня. Постараемся захватить большую тему за короткое время. Так, что это показатели заболеваемости? Это цель – измерить популяцию частоту заболевания, да? Мы хотим знать, сколько. Необходимо определить, это является случаем заболевания, случаем рака и так далее. В популяции. Из какой популяции этот рак возникает? И на какой период времени? Если вы помните, случай популяции, период, вы уже будете использовать показатели заболеваемости. Грубый показатель. Я думаю, все знаете. И мы делим число случаев, например, число случаев молочной железы на общее число человек наблюдения. Я думаю, что вы знаете человек наблюдения, да? Это звучит по-английски person years. Человека лет, человека год по-русски. Поэтому это очень важная терминология, когда вы учите на русском, будете читать на английском и тому подобное. Это очень важно знать эти термины. И так, и для редких событий значение показателя умножается на 10 или 100 тысяч, да? Мы используем в большинстве случаев 100 тысяч, да? Так, это очень легкое занятие. Думаю, если вы поймете эту структуру, и в дальнейшем все это будет тоже самая структура. Теперь, у нас много примеров с других стран. Например, здесь в Ововской области Украины. От 2003 до 2007 года. Это очень важно знать, это на один год или на пять год, да? И здесь мы видим число случаев, сумму делим на общее число. Это понятно, да? Если вы поняли это, это будет добавляться и добавляться. Поняли, да? Это чисто математика. Логика и математика. Так, сравнение показателей. Заболеваемость и смертность обычно сильно зависят от возраста, да? У молодых другие, у пожилых другие. И мы это все знаем. В популяции с преобладанием пожилого возраста грубый показатель может быть выше, чем у молодого. Почему? Да. Тогда вы можете все время использовать грубый показатель? Вам надо, но вы должны понять, это не описывать все понятия, да? Все понятия. Поэтому мы понимаем, что надо нам учитывать фактор возраста. Это очень главное. Поэтому и мы делаем стандартизацию. Потому что рак будет всегда зависеть от этого и в той или иной. И самое главное еще, я бы хотела добавлять, тоже влияющий фактор тоже, это пол. И если вы будете показывать вашу заболеваемость и смертность совместно, вы все равно тоже не имеете очень хорошую описку. Потому что для женщины это другое, для мужчины это другое. Всегда показывайте как можно больше. Если даже у вас есть немного слайда, немного места, это очень важно показывать стандартизационный метод. Это уже по возрасту, да? И потом еще по полу. Пол и возраст. Это самое главное во многих, во многих болезнях. Например, мы будем очень много использовать этот пример. Это пример скалы Колумбии и пример Беремингом Англии. Теперь это здесь, в этом полушарии, в Венесуэле. Они около Венесуэлы, это Колумбия. Доктор Энрик из Колумбии, да? Нет, я там учился, но сам я из Мексики. И потом это Англия здесь. Беремингом. Мы будем этого... Почему это я делаю? Это, что другие страны, это зависит от стандартной популяции. Потом это будет понятно. Так, здесь в этом примере мы будем смотреть грубые показатели. Это очень легко. Например, число случаев в этих... На 5 лет, да? Общее число случаев на 5 лет, 620. Но население среднего года, 1984 года, это 622 и тому тысяч. И среднегодовой грубый показатель, почему я это говорю, здесь 5, здесь только 1984, мы берем среднюю, да? Я думаю, вы знаете. Поэтому не забудьте, когда вы сделаете упражнение, примеры, никогда забывайте, это один год на два год. Поэтому тогда ваши показатели не будут некорректными. И поэтому мы будем это умножать на 5 лет. Потому что на 5 лет население среднего года, и мы это общее число делим на это. Это понятно, да? Да. Поэтому всегда это видите. Это ваше население дано только на это, на всех. Ну так, что у нас случилось? У нас грубые показатели в Калии 12,20. И здесь у нас 34, да? После округления. И что вы думаете на этот вопрос? Грубые показатели в Англии выше, чем в Колумбии. Грубые показатели в Калии 12,20. Англии. Но риск заболеть. Риск заболеть или грубые показатели в Калии 12,20? Да. Да. Это вы очень корректно сказали. Ответ это больше, чем это. Но мы не сможем только на грубых показателях сказать. Это смотрится так. Мы не сможем, потому что мы не учитывали никакой возрастной структуры здесь. Поэтому мы не сможем сказать, риск заболеть выше. Согласны? Да. Риск дольше прожить в религии выше, чем в... Да. Потому что если вы понимаете, а, вы знаете это, тогда вы будете знать, может быть, эта структура другая. Но посмотрим, какая возрастная структура. Так. Так. Теперь. Мы не... Это только для облегчения. Дело это простым. Для простоты это сделано на такие большие возрастные группы. Мы никогда это делаем так, да? Поэтому... И даже если такие большие группы и возраст, там, и на нуля до 44, это много чего можно тоже влиять. Потому что они такие другие возрастные. Поэтому это только... Я не говорю, что вы должны это делать. Я говорю, что для простоты упражнения, чтобы мы не видели много-много возрастных структур. И у нас мы сказали, что 20, около 20 грубых показателей в калии, и 34 мы здесь видим. То, что мы здесь видели. И теперь у нас что? Число случаев разделено на каждую возрастную группу. Число случаев здесь 39, как видите, и тоже население. И вы тоже самое делаете, как вы делали грубый показатель. Согласны? И тогда это будет что? Повозрастные показатели. Пока что нет стандарта. Age-specific incidence rate. Повозрастные показатели заболеваемости. Так. Но здесь у нас мы должны знать, что процент от общего населения для этой возрастной группы – 84 от общего. Но в Англии это 66. Это другое, да? Это несравнимо. У них не одна и та же структура процентного населения. Здесь намного больше молодых, так скажем. Младших детей, да. А, извините. Да, да, да. Ну, ну, я говорю, я говорю насчет Англии. Но если мы будем это проверять, сравнивать с Колумбией, да, это, тогда меньше. Но мы говорим, эта структура здесь, здесь больше, но это меньше, чем в сравнении. Так. Легко, да? Я думаю, вы все знаете это. Так. Тоже самая формула, но только мы делим это на возрастные, на возрастные группы. Так, теперь мы видим, это тоже самый первый наш пример Львовской области Украины на этот год, наш злокачество, рак шейки матки. Теперь это число случаев, это, и теперь по возрастным показателям. И у нас здесь Лямбта, это у нас показатель заболеваемости, теперь это у нас уже по возрастным показателям. Только мы делим на возрастные, делим это по каждой возрастной группе. Теперь мы переходим к стандартизации. Зачем нам надо использовать стандартизацию? Если мы будем сравнивать Кали и какие-либо другие, Санкт-Петербург, Самара, Москва, Новосибирск, мы будем сравнивать все эти возрастные, у нас сколько? Мы делим все возрастные на 5 лет, да, и это будет много, мы будем сравнивать много показателей. Поэтому иногда это, во многих случаях мы используем обобщающую величину, учитывающую возрастную структуру. Но это другое, чем грубый показатель. Грубый показатель тоже обобщающий. Говорит, у нас так, рак молочной железы у нас такой. Но, когда нам надо тоже обобщающая величина, но с учетом возраста, нам уже используется, нам надо использовать стандартизованный метод. И в этом методе мы тоже используем повозрастные показатели. И вы будете это видеть. И наиболее часто применимый, как вы знаете, это стандартизация. Понятно, да? Если не понятно, спросите. Так, например, что я сказала, это только пример. Теперь это украинское здание. Это для мужчин. И мы сравним. Когда мы это сравним, на графике это видится немного лучше. Мы будем здесь, это другие раки. Название рака, это по ракам. И потом возрастным группам и показываем мы. Это немного похоже, но все равно здесь как-то другое. Поэтому это, как-то сказать, наглядно это можно мы видеть, сравнивать, но когда у вас такие цифры, да, будете сравнивать, это очень много-много будет цифр, если у вас много-много раков и много других районов сравнивать. Но это только пример. И потом, когда мы используем стандартизацию, это смотрится так. Я думаю, это вы видели такой, да? Это самый стандартный график, где мы используем в Маире, например. Я думаю, это выбрано, да? Это от Клабакана, Аярк, Маир. И стандартизованы показатели заваливаемости и смертности. Мы можем делать в одном графике. Мы будем говорить об этом, тоже у нас мало времени, но как мы будем графикой таблицы, будем учить. У нас такая сессия, да, потом. Но хотя здесь вы видите, мы сможем в две факторы в одном графике и мужчин, и женщин. Это был очень хороший метод, чтобы вы показывали ваши… Если бы вы показывали это в ваших презентациях, да, и люди будут говорить, а, они знают, что они делают. Но многие страны, я не критикую, многие страны тоже для простоты, только они знают это, по полу вы должны. Но они делают это совместно. Но лучше всегда показывать так. Теперь, как мы сказали, это прямой метод и непрямой метод. По-английски это age standardized rate. По простоты, чтобы мы не повторяли эти слова, по-английски это сокращение ASR. Это предполагает, что в некоторой фиксированной, как сказать, базовой, стандартной популяции, по возрастным показателям такие же, как рассматриваемые популяции, где это рассматривается. И это, это очень, я добавляла это, потому что мне, когда тоже впервые учились, много лет тому назад, мне было очень, иногда я вмешиваю эти два метода, да, и мне было это очень коротко, быстро вспомнить метод, да, когда я помню, да, используем повозрастные показатели, рассматриваем популяции. Это значит, мы должны иметь число случаев по возрасту, да, это самое главное. Иногда это невозможно найти в многих странах. И тоже прямому методу мы можем относить кумулятивные риски и показать, мы будем это тоже учить сегодня, и непрямой метод. Это стандартизованно отношение заболеваемости, по-английски standardized incidence rate, CIR. И Ариана, наша Ариана очень хотела, чтобы, если мы много времени поняли этот метод, потому что это прямой метод, это намного вы используете, да, но прямой метод не очень много используется, но это очень главное. В некоторых случаях вам надо это использовать, поэтому мы хотим, чтобы мы сможем это делать за короткое время, но это соответствует отношению наблюдаемого, observed по-английски, числа событий, рассматриваем популяции к ожидаемому числу событий. Если бы повозрастные коэффициенты были такими же, как некоторые базовые популяции, это только немного наоборот это делается, зависит от того, что у вас какие данные. И мое короткое, используем повозрастные показатели стандартной популяции. Стандартная популяция, это вы сможете кто угодно взять, это фиктивный, как сказать, но реальный, да, вы можете, если Самара, Санкт-Петербург, ну как это, вы сравниваете, да, вы сможете, если вы знаете повозрастные показатели Самары, тогда Самара сможет быть стандартной для кого-либо другого региона. И обратное. Например, калия, мы знаем калия, мы не знаем Бермингом, да, мы будем использовать калия для, потому что, и мы всегда должны говорить, что у нас стандартная популяция. Это не может быть другим, потому что мы ее используем в сравнении, да, мы хотим сравнить, мы хотим иметь обобщающую цифру. Так, прямой метод. Как, как, а сколько людей очень хорошо знают эту тему? Стесняетесь, да? Можете, вы знаете, много, чем я, потому что вы пользуетесь этим каждым днем, я это использую уже в софте, в статистическом программе, это уже не делаете манипулярно, да? Не делаю вручную, да, спасибо. Ну, тогда пройдем, да, по слайду. АСР можно рассматривать как показатель полученной в некоторой гепатической популяции при условии, что повозрастные показатели в точности совпадают с повозрастными показателями рассматриваемой популяции. Это концепция, да? Гепатическая популяция, это стандартно. И количество населения в возрастной группе I, гепатическая популяция, называемая весом WI. Существует несколько наборов весов, ну, как сказать, это же нереальные цифры, да, это же, поэтому они только говорили вес, но это то же самое, что какое-то число населения по тому возрасту. Ну, они говорят вес, потому что это нереально, но какой-то стандартный, и мы имеем на это стандартный стандарт, мировой стандарт, европейский стандарт. Я думаю, что у нас есть африканский, но нас касается только мировой и европейский здесь. Вы можете это использовать мировой, если вы хотите мировой конференции, вы можете это показать. Если у вас только хотите показывать европейский, тогда вы должны это сказать, что была ваша стандартная популяция. Так, теперь здесь показано только тоже мировой и европейский стандарт. Вы знаете все это, да? Это таблица. Уже не используете. Мировой, да. Ну, хорошо, да. Ну, это та стандартная таблица мы используем. Так, последовательность. Сначала нам рассчитать по возрастные показатели. Лямбда Ай. Это возраст, да. В рассматриваемой популяции. Умножим значение на веса. Суммируем. И делим на сумму весов. И умножаем на 100 человек и лет. Когда мы говорим показателей заболеваемости или смертности, это неважно, это точно самые показатели заболеваемости или смертности, то же самое. Это будет вычислять то же самое, только это число случаев будет число смерти, да? И всегда, когда мы говорим показатели, rate, incidence rate, мы всегда должны показывать человек лет. Это вы считали на 10 лет, миллион, 100 тысяч, но это вы должны никогда не забывать. Так, мы будем сравнить показатели калий с пермингом. Так, рассматривается задача сравнения обобщенных показателей заболеваемости желудка в Колумбии и Англии с учетом различий возрастной структуры. И мы используем действительно мировой, да? Потому что это все другие континенты. Так, потому что для простоты, для нашего примера, мы делили возраст на то, мы это суммируем, только показываем. Вес? Население? А что случится? Не хочет? Да? Окей. Теперь я сделаю это красным для вас, чтобы вы опять вспомнили, когда вы вычисляете, у вас здесь на средний, 1984 год, но у вас 5 лет, да? Вы всегда должны умножать это на 5. Но если это на 4 года, будем умножать на 4. Так, и поэтому мы говорим средний годовой показатель, потому что это мы взяли на 5 лет. Обычно мы делаем на 5 лет, но иногда некоторые люди делали на 4 лет, но в общем мы используем 5 лет. Так, средний годовый показатель у нас теперь 1,5, 67, 69 и 281. Понятно формула? Каждый год мы суммируем, здесь мировой стандарт суммируем и делим. И теперь у нас ASR из 34 на 100 тысяч человек лет. Можно даже пойти, понятно здесь. Это намного математически, да? Так, и то же самое мы сделали в Бирминге. По возрастным показателям у нас такие, и общее число получилось так. Так, в современной эпидемиологии мы очень всегда говорим о confounding factor по-английски. Это мешающий фактор, да? Это мешает, потому что мы не сможем понять точную причину, потому что что-то мешает нам это. Например, изучаемый фактор может быть место жительства, может быть даже курение, да? Это зависит от вашего интереса, научной работы, например. И злокачественное нарастание желудка – это отклик, outcome по-английски. Ну, можем сказать, это результат, например. От места жительства, этот ученый может думать, что от места жительства что-то происходит. Может, это причина? Ну, для меня этого курение может быть для легких, это намного быстрее понять, да? Но это то же самое. Это был вопрос заданный. Может, место жительства быть фактором заболевания раком желудка? Но всегда возраст мешает. Но здесь мы не сказали тоже. Здесь в решающем факторе могут быть многие-многие факторы. Может, самый главный пол, как сказала, поэтому мы должны показывать по полу, потом возраст. И там многие-многие факторы, мы можем это делать. На много усовершенствованных программах мы это можем моделировать. Но здесь мы делаем только вручную, но это тоже самый процесс. И стандартизация по возрасту убирает влияние мешающего фактора. И если вы это вычисляли по полу и сделали Age Standard Rate, ACR, тогда вы точно могли убирать, ну, можно сказать, статистически точно, убрали влияние мешающего фактора. Так, грубый показатель у нас был 34 в Калии в Бермингеме. В Калии было 20 после округления. И в Бермингеме у нас Age Standard Rate, стандартизованный показатель заболеваемости 24. И в Калии это у нас 34. И что вы думаете сейчас? У кого больше риска заболевать? Почему? Потому что вы смогли убрать влияние возраста. Стандартизованный показатель одного к другой. И мы имеем стандартизованные отношения к показателю. Потому что мы хотим сравнивать. И математически мы сравниваем. Мы делим отношения. По-английски это называется CRR, CMF, Standardized Rate Ratio, Comparative Mortality Figure. И стандартизованные показатели используются для сравнения различных популяций или субпопуляций. Или одной популяции в разные моменты времени. Отношение двух стандартизованных показателей называется стандартизованным отношением показателей. И представляется относительный риск заболеваемой популяции в сравнении с другой. Мы делим Калии стандартизованным показателем Береминга, например. И мы точно увидим, какое у них отношение. Очень просто, да? Мы видели это в другом примере. И мы делим это на... И мы можем говорить, что это... Это был Калий... Беремингом был. Может быть, Беремингом, да? Но неважно. Но эта популяция имеет... После... Как сказать? После... После убрания... О, после... После исключения влияния возраста... Ага. Относительный риск заболеть в Калии в 1,45 раз... Больше чем? По-русски очень хорошо сказано. Так. Понятно, да? Усеченный... Усеченный... Мы... В практические задания у нас... Если у нас сколько угодно много времени, мы можем делать сколько угодно. Но я не думаю, это только на 1 час 30 минут делают лекции, даже практику. И поэтому... Это... Хотела бы познать не... Только узнать вам понятие, что это такое. Так. Ученые Долл и Кук в 1967 году подумали, что расчет показателей... Предлагали, по-английски они сказали. Расчет показателей для... Сделать для этого возрастного группа. Потому что они думали, что в точности по возрастным показателям у лиц пожилого возраста невозможно. Сомнений, но так. Потому что другие... Иногда другие заболевания. Но это сделано много лет тому назад. Но вовсе время они используют усеченный, стандартизованный им показатель. Значит, показатель для этого возрастного группа. Ничего такого трудного. Но до 35 лет лиц заболит раком. То есть приблизок к нулю. Поэтому молодая популяция тоже заключается. Да. Точно. И тронкейтед эйдж стандартайз-3. Тронкейтед минь усеченный. Усекли, да? И в этом усеченном популяции мы хотим понять, что же причина. По возрастным показателям заболеваемости. Это пример, я думаю, будет пригодиться в следующих слайдах. Но посмотрим. Поэтому это здесь. По возрастным показателям заболеваемости в Шотландии теперь. В этой стране и с 1984 года. И у нас это общее число случаев, если вы помните. Это человек на год. И мы это, это у нас вычисление чего? Показатель заболеваемости. Это по возрастным, это значит по возрастные показатели заболеваемости. Это делим на это. Это получается лямбда. Мы умножаем на 100 тысяч человек. И это мы имеем по возрастным показателям. И это у нас что? Весь стандартный. Да. И в наших примерах эти возрастные группы были три у нас только. Здесь много. И так действительно в реальности мы и делаем. Поэтому многие канцерегистры, например, я думаю, в Маире, многие другие канцерегистры в Финляндии, в многих странах, они всегда показывают это как приложение. Если кто хочет узнать о возрастных показателях, они прилагают к их репортам. И мы когда умножаем до показателей на весь и на 100 тысяч человек, мы получаем это. И это мы делаем стандартизацию. И усеченные. Так, это как мы делаем, когда у нас все популяции, да? Мы делаем стандартизованные показатели. И когда усеченные, мы усекли это население от этого. И то же самое делаем. И иметь обобщающую величину или стандартизованные показатели. мы делим это. Но это у нас… Ну, посмотрим. Да, здесь понятнее, если вы видите. Теперь это то же самое таблица, если вы видите, то же число. Здесь мы будем показывать с формулы. Мы делим это число на весь. И получаем то же самое, но усекли. И поэтому это называют усеченные. Вы знаете все это, да? Знали? Это звучит как-то по-другому, как-то какое-то другое, но это только… Все эти методы так повозрастные, стандартизованные, грубые. Они имеют одну концепцию, только мы немного используем в других случаях. Но сейчас, наверное, никто не мешает взять более широкий возрастной диапазон для усеченного. Да. Да, правильно я говорю. Потому что зависит от того, как развитие рака происходит в современном мире, как это происходит. То есть рак уже с 1967 года получит… Может, намного раньше они были. Может, мы будем выбирать 30. И вы будете делать исследование и предлагать. Наверное, в сторону большего возраста. Да. Потому что мы живем дольше, чем… Да. Я тоже думаю, когда это видела, они предлагали, это было много в прошлом году, только после… Я думаю, что просто нужно взять чистоту, уровень заболевания, зависит от возраста. И когда кривая вниз пошла, в старших возрастах, вот по этому возрасту усекать. Да, мы сможем это видеть в графике, и в многих регионах, в странах, если мы делаем в мире, или делаем в одной стране, мы можем это делать, как вы сказали. Да? Это логика. Это никакая другая… Если вы поняли концепцию, да, это вы, можно это употреблять и понять, и когда вы делаете вашу работу… Так, это никакая трудная логика. Надя, согласна со мной? Надя, усеченный стандартизованный метод – это простой? То же самое, только усекли? Согласны? Не, очень простой, но когда ты понимаешь смисъл и почему надо сделать, тогда все в порядке. А нам надо увеличить возрастной группу, да? Потому что они это делают в 1967 году. Виситят целое исследование. Целое исследование. Тоже. Другой фактор тоже добавляется. Состояние странное. Восекать надо последние продолжительности жизни. Да, вообще не надо, восекать, делайте сразу же. Да, не очень много используется это. Я профессионально не очень использую, это только концепция для меня. Но многие люди, может, используют. Корректировка показателей. А вы делаете корректировку показателей? Так. И я увидела, что в многих зарубежных таблицах регистра, они всегда, всегда впереди поставляют age unknown или uncertain, meaning возраст не ясен, неизвестен. У вас большая страна может быть, иметь, да? В Монголии, они всегда говорят, все знают всех, поэтому у них нету, но должен быть. А в многих других странах, даже в Норвегии, у них не очень такая большая популяция. Они всегда делают это, включая в таблицу. И мы, корректировка, это тоже очень трудный. Любой случай с неизвестным возрастом не может быть включен. Таким образом, значение будет не... Значение стандартизованного показателя будет не оценено. И мы это делаем, а общее число случаев делим на общее число минус число случаев без указания возраста. И вы делаете уже корректировку. У вас пример там есть, но мы сможем это делать. У нас практически занятие... У нас есть четыре даже примеры, где вы можете даже дома, на работе это делать. Я сохранила это для вас, не хотела это только взять пример только для нашего занятия сегодняшнего. Мы будем делать только один пример. Но если вы поняли, как мы делаем первое задание в классе сегодня, вы можете это использовать. Это очень просто, когда у вас там... Мы будем давать задание, и вы сможете это потом проверять себе. Если вы поняли, что концепция это там, такой пример тоже имеется. Может привести к неверным результатам, если число не указанным возрастом будет больше. Когда это другие методы, тогда это намного трудноватый. Но мы не сможем это включать здесь. Кумулятивный риск. Вы знакомы с этим понятием? Многие страны тоже всегда включают кумулятивный риск в их репорт, отчетах. И некоторые не включают. Понятие это кумулятивный риск. Это риск развития конкретного рака. Это риск развития конкретного рака, которому лицо подвергалось бы в течение определенного периода жизни. При условии отсутствия других причин. Риск человека, который может заболеть каким-то раком. Короче, да? Понятно? И это мы делаем один минус. Почитайте мне, пожалуйста. Экспонент, да? По-русски. В скобках минус сумма, как вы будете формулу читать. И здесь мы видим то же самое, что мы делали. Это сумма нашего, это показатель заболеваемости. И это ширина возрастной группы. Это смотрится так трудно, но мы это будем делать сегодня. Это смотрится трудно, но на примере это очень просто понять. Самое главное, постарайтесь понять, и когда вы будете это делать, вы сможете. И вы будете иметь эти лекции потом, может быть, в следующей неделе, когда это будет готово для вас. Вы сможете иметь все эти материалы. Возрастная группа, для которой числа расчетятся в основном обычно от 0 до 64, 0 до 74. Мы вычисляем это. И хорошо приближается к кумулятивным показателям. Кумулятивные показатели, это у нас сумма. Очень просто, да? Сумма. Сумма произведений. Показатель на число лет состоящих. Ширину возрастной группы, да. Мы будем это видеть т потом. И кумулятивные показатели можно интерпретировать, как метод прямой стандартизации. Потому что мы используем здесь то, что мы учили сегодня утром, да, по возрастной показателям, заболеваемость. Поэтому мы используем это, можно интерпретировать, как метод прямой стандартизации. Когда каждая возрастная группа имеет одинаковый размер, следовательно избавляемся от риска производного выбора базовой популяции. И аппроксимации значений кумулятивного риска. Кумулятивный показатель, это сумма произведений, мы уже сказали, по возрастных показателям, на ширину возрастной группы, выраженная на показатель 100 тысяч и в процентах. Мы всегда выражаем это в процентах. Чаще всего кумулятивный риск и кумулятивный показатель выражаются в процентах. О, я уже говорила. И если кумулятивный показатель не превышает 10, его значение хорошо приближается к одной другой. И мы это будем видеть в примере. Так, здесь мы расчет кумулятивных показателей смертности. Так, а, здесь, ну, объясню сначала это. Так, теперь у нас это возрастная группа, у нас это опять возрастной показатель, да, и ширина. И мы видим здесь результаты. И это сумма у нас. И мы говорим кумулятивной. Ну, посмотрим здесь лучше. Это таблица, тоже самая таблица, да, вы видите? Так, у нас ширина 5. И мы умножаем на лямбду, на т, и умножаем на 100 тысяч. Потому что мы выражаем на 100 тысяч. И мы можем говорить 8800 и тому подобное на 100 тысяч. Или 8,9%. И кумулятивный риск – это только формула, мы будем поставлять. И мы сказали, что, да, когда кумулятивный показатель меньше 10, они почти похожи. И намного, по-моему, кумулятивный риск намного мы употребляем, и всегда это в отчетах. Потому что это риск в какой-то стране болеть чем-то, раком чего-то. И здесь, например, риск умереть до 75 лет от рака лёка для мужчин в Шотландии составляет 8,5% при отсутствии других причин. Если этот человек, мужчина, не может быть болеть другими заболеваниями, у них нет сердечных заболеваний, диабета, то есть что. У него такой риск. И мы можем это сравнивать с другими странами. Какой у вас риск? Жить там, но больше риска? Быть шотландцем больше риска, уменьше риска, да? Конечно, не столько риски. Так. И теперь мы уже закончили прямой метод. Мы говорили о стандартизованном показателе заболеваемости, обобщающем число. Потом мы делали повозрастные показатели. И потом мы использовали повозрастные показатели для вычисления кумулятивного показателя и потом риска. Понятно, да? И теперь мы перейдем к непрямому методу и стандартизованному. А сколько вы, а сколько у вас? Поднимите руку, кто вы используете в вашей работе непрямой метод стандартизации? Вы используете, да? Мы поймем, почему. Потому что в большинстве случаев, я думаю, что у вас есть ли... В большинстве случаев мы сможем делать прямую, но... Такие случаи. Сначала стандартизованное отношение заболеваемости. Standardized incidence ratio. Стандартизованное отношение заболеваемости. Отношение наблюдаемого. Observed. Числа случаев. Изучаемый популяции к ожидаемому числу случаев. Преусловно, что по возрастным показателям изучаемый популяции в точности впадает по возрастным показателям. И помните мы, почему, когда мы используем непрямой метод, сперва мы знаем, мы должны, если мы не знаем по возрастным показателям, рассматриваем популяцию, мы используем стандартный... Например, мы будем использовать Самару. Если Самара знает по возрастным показателям, мы будем использовать... и Санкт-Петербург не знает, мы будем это использовать, да? Но прямой метод, когда мы знаем все возрастные показатели. Помните, да? И прямой метод часто используется, когда по возрастным показателям изучаем популяризм неизвестный, как я сказала. И значит, мы не знаем, кто болит от этого возраста. Мы знаем только грубые числа, но мы не знаем, сколько у нас раков для этого возрастного группы. Значит, мы не сможем вычислять по возрастным показателям. В этом случае, во-первых, мы используем непрямой метод. Но я думаю, вы все знаете это. Но тогда, значит, зачем вам это нужно? По возрастным показателям изучаем популяризм неустойчиво. Почему? Если редкое заболевание, какой рак, это очень редко, да? Вы можете знать намного больше, чем я, потому что какие-то раки у вас маленькие, вы даже наизусть знаете ваше число. А у нас милановых было много. У нас это так, детская лимфома, так, это так. Это зависит от Ингушетии, это в Москве. И если у вас редкое заболевание или малочисленная популяция, тогда по возрастным показателям это неустойчиво. Вы говорите, ну, я сделала очень хорошую методику, у меня возрастные показатели. Но вы должны тоже учить, что это редкое заболевание, а это малочисленная популяция. Тогда это будет, это тоже математическое понятие, это не будет неустойчиво. Это никак трудно только понять, потому что если малое число, то вы не сможете показывать устойчивую цифру, устойчиво показать. Так. У нас уже прошло много времени. Я не хотела проскакать быстро, чтобы вы не поняли, что я читала вам лекции, и вы слушали. Хотела, чтобы вы поняли, но у нас много времени есть. Четыре дня тоже очень-очень мало, включая многое. Я смотрю, сколько у нас осталось. У меня там только шесть слайдов, но там по непрямому методу это многовато. Ариана очень хотела, чтобы я обратила внимание на это. Я знаю, что это слишком много, да, на первую секцию, мне кажется. Нет? Как вы думаете? Давай, дайте до конца. Значит, очень мало будет для практики, но я постараюсь как-то, ну... Так, мы уже это сказали. Итак, как это мы рассчитываем? Если вы поймите концепт, это тоже очень важно, очень легко. Мы сначала посчитаем число случаев изначаемой популяции, вы будете это знать, и посчитать число ожидаемых случаев по этой формуле, где лямбда ай, это повзрастной показатель в ай возрастной группе стандартной популяции и размер возрастной группе исследовательной популяции. И потом мы это делим, и это уже наш непрямой метод, это слайд. Понятно, да? Легко, нелегко? У нас там то же самое, ну давай, мы показали, ну... Теперь мы помним этот пример. У нас было калии, грубый показатель, около 20, пермингемет, около 34, мы помним, да? И зачем мы нам используем непрямой метод? Потому что мы не знаем, как я сказала, нет информации числа по возрастным группам. Поэтому мы только знаем общее число в калии, но не знаем это для этого по возрастным группам. Поэтому мы не можем вычислять по возрастным группам. Поэтому нам надо, в первую очередь, нужно использовать этот метод. И еще, если неустойчивый показатель. Подсчитаем, ожидаем число случаев в калии, чтобы возрастные показатели в калии в Берминге совпадают. Подумаем, что мы хотим сравнивать это, и мы думаем, что у них одно и то же. И всегда вы скажите, что была ваша стандартная популяция. По возрастным показателям Берминга представляют собой набор стандартных или базовых. В этом случае Берминга получается у нас стандартным. Как я сказала, Самара или Санкт-Петербург будет стандартным, зависит от того, у кого есть то же самое. И расчет средней предполагает знания по возрастным показателям в изучаемой популяции. Она говорит, что это число. Я постараюсь объяснить. Думаю по-английски, постараюсь объяснить по-русски, и мало времени. Давай. Здесь еще, наугольский язык. Я уже не думаю наугольский, может быть. Уже. Потому что уже, когда профессионально, эпидемиология очень развита на английском языке, и все учатся теперь на английском, и в других странах это тоже развивается, но терминологию очень трудно переводить. И это самое главное. Поэтому учиться на английском очень хорошо, хотя бы знать. Ну давай. Среднегодовые по возрастным показателям Берминга. Вы сказали, что это, мы знаем Берминга, и у нас Берминга есть базовые. Мы взяли. Это может быть Санкт-Петербург или Самара. Независимо. Это наше базовое значение. И мы имеем этот показатель, и мы используем это наоборот. Мы используем население мирового стандарта для стандартизованного прямого метода. Здесь мы используем повозрастные показатели, и это у нас здесь то же самое. И умножали на свои популяции. В этот раз человек год калий умножено здесь. Да? Помните, да? Это же используем Бермингом, но это же популяция самой калии. А здесь мы знаем, это Берминге свой, Берминге свой. И мы вычисляем ожидаемое число. Суммируем это, это делим, это делим на это. Наблюдаемое на ожидаемое. И у нас это получилось сыр. Непрямой метод. И мы промеряем, мы сравниваем 145 на 100. И мы можем сказать, что? То же самое, что он сказал очень хорошо, да? На 45 процентов больше, если мы будем знать, если мы будем знать, у них то же самое и показать. Отношения, поэтому лучше говорить в 1,45 раз, 1,45 раз больше, а не на. Когда отношения, да? На это, когда это минус, плюс, да. Понятно, да? То же самый результат, мы пришли к тому же самому, потому что это устойчивое, это была устойчивая популяция, устойчивый показатель. И итог, что мы все учили сегодня. И я сделала это в красном, это грубый показатель, то, что мы видели. И потом мы сделали это не прямой метод, прямой метод. Мы это сравниваем сразу, а это мы делим. Тоже отношения? И то же самое у нас получилось, да? Результат. Понятно, да? Было трудно? Я боюсь даже начинать, потому что это очень трудная тема. В эпидемиологии они учат эту тему на всю неделю хотя бы, даже месяц. Но я думаю, что почти вы всегда уже делаете это в работе. Но это такое понятие. Потому что это не курс эпидемиолога. Мы включаем эпидемиологические методы в вашу профессию. Это у нас получается очень кратким. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...